Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС в студии Татьяна Ионкина. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Труд должен быть в безопасном в любой ситуации. Смоленская АЭС признана лучшим промышленным предприятием региона по охране труда. Это причастность к тому любимому городу, к той замечательной отрасли, которая позволяет нашему городу приятно выделяться на фоне как городов Смоленщины, так и очень многих городов России. Статус гражданин страны Росатом присвоен 25 руководителям предприятий и организаций Десногорска. Десногорск посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Туров. На Смоленской АЭС в работе первой и второй энергоблоки. Общая мощность составляет 2006 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 5 июля 2016 года выведен в плановый капитальный ремонт. В соответствии с поданной заявкой ремонт продлится до 25 августа. Выработка электроэнергии за 18 дней июля составила 906 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 98 миллионов киловатт-часов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 11,64 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. По итогам 2015 года Смоленская АЭС подтвердила статус лучшего предприятия региона по состоянию условий охраны труда. Награда была вручена представителям атомной станции 15 июля в администрации региона. Церемония награждения состоялась в Малом зале администрации 15 июля. Заместитель губернатора Ольга Окунева от имени главы региона Алексея Островского приветствовала победителей и призёров конкурса. Труд должен быть безопасен в любой ситуации. И работодатели должны на это обращать самое приятное внимание. Это то, на что не надо лечь средства. Предприятия и организации Десногорска уделяют особое внимание вопросам охраны труда своих работников и активно каждый год принимают участие в смотре конкурсе. По итогам два дисногорских коллектива были признаны и получили награды как самые лучшие в регионе. Это открытое акционерное общество «Элс» и Смоленская атомная станция. В зависимости от того, насколько мы и работодатели, и каждые из работников будем соблюдать требования охраны труда, будет зависеть и благополучная, безаварийная работа Смоленской администрации в частности. За наибольший вклад в улучшение условий охраны труда благодарственные письма губернатора вручены следующим сотрудникам этих предприятий. Это Ирине Бухтояровой, инженеру отдела охраны труда Смоленской АЭС, и Людмиле Ивановой, начальнику отдела охраны труда «Элса». Звания лучшей уполномоченной по охране труда и благодарственных писем губернатора были удостоены Надежда Кириллова, инженер программист Смоленской АЭС, Елена Кудинова, главная медсестра медсанчасти номер 135, и Геннадий Чепурной, медник акционерного общества «Атомтранс». Директор Смоленской АЭС Александр Васильев вручил знак отличия гражданин страны «Росатом» 25 представителям Совета руководителей предприятий «Десногорска». Общественная организация, действующая под эгидой атомной станции, генераторные лучших идей для стратегического развития города, привлекательного для молодежи и открытого для инвестиций. Безусловно, это причастность к тому любимому городу, к той замечательной отрасли, которая позволяет нашему городу приятно выделяться на фоне как городов Смоленщины, так и очень многих городов России. И причастность к великому, причастность к красивому, причастность к современному, она, конечно, заставляет и самого себя поддерживать в тонусе, стремиться быть в курсе, стремиться быть лучшим, что, разумеется, мотивирует на качественную работу и достижение результата. Успех социальных программ «Росатома», которые направлены на благоустройство в городах присутствия предприятий отрасли, поддержку образования, культуры, спорта, во многом зависит от активного участия неравнодушных жителей, готовых вносить личный вклад в благополучие своих муниципалитетов. И в Десногорске таких людей немало. Именно для того, чтобы их выделить, госкорпорация создала знак отличия гражданин страны «Росатом». Первый знак в городе-спутнике Смоленск-АЭС вручен главе города Вячеславу Седункову. В настоящее время в Десногорске активно развивается новый масштабный проект «Росатома» – конкурс видеоинтервью с ветеранами «Слава Созидателям». В конкурсную комиссию поступило несколько десятков работ, созданных школьниками совместно с первостроителями, теми, кто создавал город и атомную станцию. Я всячески поддерживаю то, что делается. Я считаю, что это очень-очень полезно, потому что из таких небольших, коротких рассказов молодое подрастающее поколение может сделать далеко от идущих выводов и принять правильное решение, как себя вести, как работать, как учиться. Город Десногорск посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Туров. Традиционно он провел встречу с общественностью и молодежью Смоленской АЭС, а также прием жителей по личным вопросам. Новые ориентиры для работы депутат Госдумы получил на встрече с общественностью и молодыми активистами Смоленской АЭС. Была поднята проблема качества медицинского обслуживания медико-санитарной части номер 135. Недостатка врачей, в том числе узких специалистов. Мы этот вопрос сейчас уделили под контроль, и будем с руководством федерального агентства этот вопрос проговаривать, касаемо работы специалистов и в общем обеспечении работы данного учреждения в территории города. Я считаю это одним из самых основных, потому что город молодой, высокая рождаемость, хорошие перспективы, хорошие созданные условия для проживания, комфортные. И, конечно, здесь учреждение взрыва не должно работать на высшем уровне. Кроме того, десногорцы заострили внимание депутата на необходимости создания в городе новых рабочих мест, возможности открытия новых предприятий и привлечения инвесторов. Один из путей решения этих задач, по мнению Артема Турова, создание в Десногорске территории опережающего развития. Проект развития в моногородах таких инвестиционных зон, это достаточно перспективный проект. И у нас один уже, такая территория будет запускаться в Дракопурском районе, где находится тоже один из моногородов, так можно обозначить. Это возможность привлечения новых инвесторов, создания новых производств. Конечно, мы в этом плане будем содействовать для того, чтобы федеральная структура, которая определяет как раз и дает возможность по развитию таких территорий, чтобы Десногорск мог претендовать на данную территорию. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова